ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рубрика «Регионы Севастополь». Массовое ДТП с участием 12 единиц техники спровоцировало водитель грузовика зерновоза на шасси КАМАЗ. Один человек погиб и 10 пострадали. В числе пострадавших двое детей. В районе поселка Сахарная Головка произошло столкновение нескольких легковых и грузовых автомобилей. Имеются пострадавшие. На данный момент работают сотрудники экстренных ведомств, в том числе пожарно-спасательные подразделения, сообщили в ГУ МЧС России по Севастополю. По полученным сведениям, около 11.30 на трассе водитель грузовика КАМАЗ, следовавшего в направлении города, совершил наезд на впереди движущуюся фуру, которая, в свою очередь, совершила столкновение с несколькими легковыми автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия произошло возгорание автомобиля «Фольксваген». Погиб его водитель, 41-летний уроженец Краснодарского края. Двоим несовершеннолетним, 7-летнему мальчику и годовалой девочке причинен незначительный вред здоровью, не связанный с угрозой жизни. Продолжение следует... На 93-м километре МКАД внешняя сторона столкнулись три автомобиля. Один автомобиль перевернулся на крышу. Один человек пострадал и был госпитализирован бригадой СМП до прибытия служб в 20-ю городскую клиническую больницу. У пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, множественные ссадины, раны и переломы. На месте работали экстренные службы. 7 августа в 1 час 1 минуту в службу 112 Москвы поступило сообщение о пожаре по адресу улица 6 Радиальная, дом 44, строение 8. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО 215 столичного пожарно-спасательного центра. Происходило загорание строительного мусора на площади 100 квадратных метров. В 2 часа 50 минут пожарные ликвидировали открытое горение. В 3 часа 12 минут пожар был полностью ликвидирован. Информации о пострадавших не поступало. Продолжение следует... Все, принято. Водители. Вандализм на севере Москвы. Ранним утром около 6 часов 7 августа на севере столицы во дворе жилого дома номер 12 корпус 1 по улице Софьи Ковалевской дебошир разбил стекла двум десяткам машин. Автомобили получили многочисленные повреждения. В основном у автомобилей, припаркованных во дворе, оказались разбитыми лобовые и задние стекла, а также фары. Благодаря местным жителям из числа очевидцев неадекватного мужчину удалось схватить и обезвредить. Затем на место вызвали сотрудников полиции. В местный районный отдел поступило одновременно 8 обращений от граждан. Сотрудники патрульно-постовой службы прибыли на место ЧП уже через 10 минут. Правоохранители отвезли нарушителя в 13-е отделение полиции, после чего он был направлен на медицинское освидетельствование. Как сообщили соседи, по проверенным документам установлено, что мужчина не из Москвы. Пострадавшими автомобилистами были написаны заявления о порче имущества. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит установить сумму ущерба. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. ЧП на юго-востоке Москвы. На пульт 112 поступила заявка о нахождении людей в люке по адресу улица Краснодарская, дом 72, корпус 2. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения. На данный момент из шахты извлекли 5 человек. Отмечается, что в настоящее время еще ведутся работы по возволению остальных пострадавших рабочих. Ранее в СМИ появилась информация об инциденте, в результате которого 12 человек провалились в канализационную шахту. По данному факту, столичная прокуратура начала проверку. Специалисты комплекса городского хозяйства столица утверждают, что причина инцидента с рабочими в шахте влюблено, в результате которого пропали трое человек, стал сильный дождь, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты частной подрядной организации ООО «Акватрейд» по договору проводили ремонтные работы в водосточном коллекторе по улице Краснодарская в районе дома 72, корпус 2. Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе, говорится в сообщении. Отмечается, что пять человек поднялись из коллектора самостоятельно, и еще пятерых подняли сотрудники пожарно-спасательного гарнизона в столице. Им оказывается необходимая медицинская помощь. Как уточняется, в настоящее время московские спасатели продолжают поиск еще троих рабочих, которые предположительно могли находиться в коллекторе. Субтитры создавал DimaTorzok Кикшеринговый сервис ВУШ разработал алгоритмы для определения количества человек, одновременно выполняющих поездку на одном самокате. В пресс-службе заявили, что смогут выявлять разделенные на двоих поездки. Такая поездка может быть небезопасной, так как легко потерять равновесие. Особую обеспокоенность в сервисе вызывают поездки, где пассажир – ребенок. В случае успешных испытаний технологию распространят на всех электросамокатах сервиса. При первом нарушении правила последует снижение скорости транспортного средства с уведомлением в приложении, а при повторном – блокировка аккаунта и штраф. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...